Это Тивень называется. Тивень. Майя. Майя. Алга. Даже названия национальных украшений говорят о том, что татары и чуваши родственные народы. Чтобы получился такой наряд, в чувашских семьях из поколения в поколение передают монеты, а вместе с ними и традиции. Поем песни, занимаемся рукоделием, которое у нас распространено. Свекровь у меня придет на самопрялке. Она садкала, вот платье, которое на мне, она сама садкала, сама сшила. И вышли тоже сами. Это ее платье. Она мне ее передала, бережно хранила и передала. Как сохранить и приумножить культурное наследие народов с помощью современных технологий, сегодня обсуждали парламентарии Татарстана и Чувашии. Между ними уже много лет действует соглашение о сотрудничестве. Мы углубим наши знания, опыт, который есть, мы поделимся. Мы примем в работу опыты и традиции братского парламента Чувашской республики. И она укрепляет нашу дружбу, мир и согласие в нашем общем доме, в Российской Федерации. В Татарстане работают школы и детские сады с этнокультурным чувашским компонентом. Издается республиканская газета «Сувар», муниципальные газеты на чувашском языке. Граница нас не разделяет. Вот эта граница между Татарстаном и Чувашской республикой, она нас сближает. У нас нет ближе народа, чем татары для Чувашей. И мы, самые близкие для нас, это татары. С кем мы всегда, у кого берем опыт работы, с кем делимся с удовольствием, с опытом. В русле цифровизации в обоих республиках реализуется федеральный проект «Пушкинская карта». По ней ухиждения культуры стали доступнее для молодежи. Также в Чувашии разработан инновационный учебник для изучения родного языка. Запущен проект «Этникум». По нему чувашскую культуру популяризируют с помощью мультипликации. В Татарстане успешно работают онлайн-школы изучения языка и детский татарский телеканал «Шаян ТВ». Надо уметь осваивать эти вещи. Любой ребенок сейчас должен уметь снять, смонтировать, озвучить, добавить картинки и все это на смартфоне. Представляете, это технологии, это программы, это в конце концов компьютерная грамотность, это и творчество, конечно. Как же без этого? То есть они должны уметь творить новыми красками. Понимаете, сейчас новые краски появились у людей. Раньше мы карандашом рисовали, а не рисуют другими красками, электронными. Вот эти краски надо осваивать. В Татарстане запущена информационная система «Электронный реестр объектов нематериального культурного наследия». Сюда включили праздник чувашской культуры «Уяв», фестиваль «Чувашный закан» «Учу» и другие объекты чувашской культуры. Как подчеркивать участников, что странных миронародов нужно максимально цифровать и транслировать на всех современных площадках коммуникации. Важно, раз в интернете они сидят, нам тоже надо им туда цифровизовать, надо и культуры, традиции, то, что самое лучшее, а лучше этого нет. Это закрепление, это архивирование. То есть все наши, скажем, архивы уже сегодня оцифровываются и остаются для будущего поколения в хорошем качестве. По итогам встречи учреждениям культуры Татарстана и Чуваши рекомендовали более тесно сотрудничать и инициировать совместные проекты. Также парламентарии сегодня ознакомились с работой домов культуры в селах Новый Убей и Старое Дрожженое и возложили цветы к монументу славы. Дмитрий Аринин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Дрожженовский район.